Директор администрации города Сочи, управление по объективам товаринга. У нас проводится мониторинг цен на социальной значимой группе товаров. Вы не могли бы нам помочь? Мы, телепишем с коллегой, цены минимальные и максимальные. Сориентируете нас? Конечно. Мониторингу цен подверглись все сетевые магазины, а также ряд точек розничной торговли. Несколько групп проверяющих целый день ходили по магазинам и фиксировали минимальную и максимальную стоимость социально значимых продуктов. Список товаров утверждён законодательно. Это всего лишь необходимый минимум самых дешёвых товаров, то есть продуктов, которые позволяют не остаться голодным и не испытывать дефицита в основных витаминах и микроэлементах. В этом списке мука, соль, сахар, хлеб, мясо, молочные продукты, крупы. Всего 24 позиции. Крупа рисовая у нас социальная цена 45 рублей. 45 за 900 грамм, да? Цены на продукты постоянно растут. Такое утверждение бытует в обществе. Однако, так ли это на самом деле? Мнение покупателей по этому поводу разделяется. Гречка самая дешёвая, мне кажется, вообще всегда была. Но даже гречка стоит около 100 рублей, тоже очень подорожала. Ничего такого не меняется. Ну, по крайней мере, я не замечаю. Может быть, там какие-то копейки. Я не сужу по отдельным продуктам, по общему чеку, но гораздо больше стану. Сочи стал одним из самых дорогих городов. Край об этом заявили накануне на совещании в администрации. Собравшимся представили сравнительную таблицу цен на социально значимые продукты питания на курорте и в среднем по краю. Например, сеть гипермаркетов «Магнит» по 10 позициям выходит за рамки средней минимальной и средней максимальной краевой цены. Причём закупка товара и его доставка происходят из одного распределительного центра. Так, говядину в гипермаркете «Магнит» в Сочи можно купить по цене от 322 до 488 рублей за килограмм. В то время как в Краснодаре цена на неё варьируется от 266 до 396 рублей. Мне непонятно, как у сетевиков таких, как гипермаркет «Перекрёсток», «Пятёрочка», «Карусель», «Магнит», вдруг цена в Краснодаре одна, а в Сочи другая. Как может такое быть? Понять экономически это невозможно. Каким образом цена в торговой сети на масло подсолнечное в Краснодаре на 33% дешевле, чем в городе Сочи, непонятно. Но на 3% понятно. Могло быть понятно. Дорожные расходы. За последние три года в город зашли крупнейшие игроки розничного бизнеса. В каждом микрорайоне появились крупные гипермаркеты, такие как «Перекрёсток», «Пятёрочка», «Карусель» и «Магнит». Однако сегодня целесообразность такого количества магазинов под вопросом. Обеспеченность торговыми площадями без учёта отдыхающих на сегодняшний день составляет 1106 квадратных метров на 1000 человек, что превышает суммарный норматив минимальной обеспеченности в 1,7 раз при нормативе в состическом 669. Фактически, если не будет отдыхающих, коллеги, ну, примерно из 2116 объектов, реализующих продовольственную группу товаров, ну, закроется, наверное, каждый четвёртый. Это 529 предприятий розничной торговли. Как подчеркнули в администрации, время на исправление у сетевиков есть. Но если цена на социально значимые продукты не будет приведена к средней рекомендованной по краю, то город намерен подключить рыночные механизмы воздействия. Вы должны своим руководителям передать, что если цены не будут приведены в соответствии с краснодарскими ценами, то мы вынуждены увеличивать количество ярмарок. Мы просто-напросто будем прозванивать по всем тем, кто желает реализовать товар, что завозите на ярмарки, и они повезут. Повезут и фермеры, ну, кроме фермеров, мы можем оптовикам сказать, чтобы везли. В период, когда страна испытывает трудности, регулировать цены на продукты питания становится необходимостью, ведь от цены на продукты напрямую зависит качество жизни людей и благополучие города. Ну а подробнее с результатами проведенного мониторинга можно ознакомиться на сайте администрации города Сочи. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.